Некоторые мгновения в нашей студии появится еще один гость, а кто это будет, смотрите видеоролики. Редактор субтитров А.Семкин Ну а сегодня гость нашего эфира, актер театра и кино, тренер личностного роста, тренер по импровизации, создатель авторской методики, драйв мышления и просто замечательный человек. Юрий Шбанов, Юра, привет, рада тебя видеть. Всем привет. Юр, слушай, ну хочется сказать, сколько лет, сколько зим. Я говорю так всем гостям, которых давно не видела. А с тобой действительно сколько лет? Два года, наверное, прошло, как мы видели. Да, около двух лет. Юр, сегодня у нас тема кино, и, конечно же, без тебя этот эфир был бы не эфир. Я знаю, что ты по образованию вообще художник-оформитель. Да, но это первая профессия. Но потом же тебе нужно было идти в армию, и вместо того, чтобы пойти в армию, ты пошел поступать в театральный. Поехал автостопом даже. Поехал автостопом в Питер сначала. Поступил, отучился там два года. А потом заново поехал поступать в Москву. И поступил уже в Москве, в ГИТИС. У меня целое приключение. То есть я, получается, учился сколько? Там пять лет в училище, да, потом два года в Академии Питерской, да, и четыре года еще потом в ГИТИСе. То есть это вот период такой, вместо армии. Слушай, ну ты все равно откосил от армии, но попал в нее. Трижды. Штрабат и два раза в этом самом, в солдатах. То есть ты отслужил еще больше, чем тебе положено. Да, да, да. Слушай, а еще такой вот момент. Я знаю, что в Википедии, я просто штудировала Википедию о тебе. В 1999 году началась твоя карьера. Первая твоя роль была в улице Разбитых фонарей, правильно? Да. Я играл кимору, так звали моего персонажа, футбольного фаната. Причем первый съемочный день был в день моего рождения. То есть 9 декабря я первый раз снялся. Вот. И это было очень интересно, что такой подарок судьбы получился. Слушай, но у тебя 23 кинокартины, где ты играл. Как ты вообще попал в кино? Слушай, ну 23 это так громко сказано. Там эпизоды в основном. Ну все же. Такие главные, это, конечно, штрафбаты и солдаты, да. А остальное не так, чтобы сильно много. Как попал в кино? Смотри, в день рождения ты уже играешь. Нам приходили на экзамены. Вот. Смотрели, отбирали, делали предложения. Также в коридорах иногда студентов вылавливали. То есть ты такой студент, которому повезло. Тебя хоп и выбрали. Да, я смог заинтересовать. Круто. Слушай, ну в любом случае у актеров есть, у профессии, да, актер есть минусы и плюсы актерской карьеры. Расскажи о них, пожалуйста. Слушай, ну минус самый главный, это то, что нужно ждать. То есть ждать, пока тебя позовут, ждать, пока тебя утвердят и ждать, пока тебя снимут. Ого. Вот. А плюс, если тебе повезло, то тебе повезло. Ну, наверняка жизнь-то кардинально меняется. То есть меняется, наверное, график, конечно же. Если ты уже утвержден на роль, вот, да, вот, допустим, ты сыграл одну из ключевых ролей в «Солдатах». Мы сейчас вернемся, да, это следующая будет тема. Как поменялась жизнь вообще? Ну, нас стали узнавать на улице, вот, это тоже свои плюсы, свои минусы, да. Бывали моменты, когда просто останавливалась машина, стоял, допустим, на автобусной остановке, останавливалась машина. «Погруди, да, в тебя куда?» Я говорю, мне туда-то. «Поехали, подвезем!» Я садился, да, мы ехали. Вот, меня так один раз в баню пригласили ребята, то есть тоже ФСБшники было очень смешно. Слушай, это круто. Юра, у нас есть вопрос, первый вопрос от телезрителя. Вот ты, да, мы с тобой познакомились, ты реально простой человек. Ты простой, открытый, на приколе. Я помню, мы шутили, смеялись, когда, Юра, где солдат? Куда ты дел солдата? Что с ним случилось? И вопрос, собственно, заключается в чем? Как не словить звезду, и как вот ты остался таким простым парнем? Слушай, мне помогла религия, да, то есть я православный человек, я понимаю, что выше Бога ты не прогнешь. Конечно. Это самое главное. Да, и ради этого стоит жить и смиряться постоянно, вот, и звездочку не ловить. Это просто, за это наказывают очень сильно. Слушай, но все же, мне кажется, были такие моменты, когда вот ты, как говоришь, да, что тебя узнают на улице. Вот что ты чувствовал в этот момент, когда понял, что пришла популярность? Самое, знаешь, что, Крис, был момент очень сильный, когда я вот понял, что что-то не так, да, то есть я был в лавре, ходил с ребятами, ездили мы в Сергиев Посад, вот, и подошел один из простых людей, вот, паломник, поцеловал мне руку и начал благодарить, тряся руку за то, что спасибо за роль. Да, и у меня это просто, я говорю, что вы делаете, вы понимаете, что вот я обычный человек, а вы тут иконы из меня делаете. Вот, это было очень не так вот. Так себе, да, на душе. Слушай, Юра, я сейчас зачитаю, можно режиссера, пожалуйста, выведите еще раз на экран комментарий? Очень интересный эфир, подскажите, а было ли такое, что люди, которые раньше не проявляли к вам интерес, резко начали добавляться в друзья? Да, вот это очень круто. Мне подруга позвонила из Себежа, говорит, Юра, тут половину людей уже с тобой водку пили. То есть они реально, она говорит, они же не знают, что ты с 2011 года вообще в рот не берешь. Вот, и у них реально это самое, ну, они говорили, что я с ним вместе алкоголь употреблял и так далее. Слушай, это вот так вот, о, мы с ним вчера виделись, вот этот момент. А, Юра, бывало ли такое, знаешь, может быть, уставал, перегорал от актерской своей профессии? Вот, может быть, было такое, что хотелось просто все в один момент бросить и там пожить обычной жизнью? Ну, я так делал, бросал, да, то есть уезжал из Москвы, жил в Сергеево Посаде около двух лет, вот, но не смог. Вернулся обратно, вот, занялся тренингами, занялся съемками и сейчас вот хочу сделать свое кино. Да, мы поговорим об этом тоже, о твоем фильме, конечно, обязательно. Еще один вопрос от гостя. Есть ли у тебя какой-то кумир? От зрителей вопрос. Мне очень нравится в фильме «Ди Каприо», в фильме «Начало». Да, согласна. Очень классный. Слушай, вообще, «Ди Каприо» он крутой, мне кажется. Вот он, мы до этого говорили с гостем, о многогранности актера. Вот он в любую роль, ты на него смотришь и... И еще один фильм, это «Человек на луне» Джима Кэрри. Ой, это я не знаю такого. Вот рекомендую, это про американского комика, вот Джим Кэрри сыграл комика, будучи комиком, как он драматически смог это воплотить, это очень круто. Слушай, я обязательно посмотрю. Мы переходим к следующему блоку, да, на сериале «Солдаты» выросло не одно поколение, и все прекрасно помнят гениально сыгранную тобой роль. Это, я сейчас зачитаю, в 13 серии третьего сезона ты сыграл сразу двух персонажей, сержанта Фахрудинова и его брата-близнеца Ильхама. Я хочу сейчас, чтобы режиссеры включили этот момент, чтобы мы увидели на экранах. Давайте посмотрим. Отец сказал, разбирайтесь сами. Короче, стоп. Я все понимаю. Ты поссорился с женой, она ушла. У вас скандал. А нафига ты сюда приперся? Я же объясняю. Жена сказала, пойдет в военкомат и все расскажет. А если выяснится, что ты вместо меня служишь? Не ори, здесь стены картонные. Пашкой надо было думать, когда жену полку бил. Я же объясняю, не хотел. Она сама напросилась. Не хотел он. А я? Я что могу сделать? Она говорит, что среди вашей дурацкой семейки один нормальный человек, Катерина. И что? Ты поговори с ней, она тебя послушает. Она что, тоже здесь? Уфа-Лакаим. Ты что, тупой что ли? Я же тебе объясняю. Она к маме ушла. Нет, братишка, по-моему, это ты тупой. Если ты заметил, я вообще-то в армии служу. Каким макаром я с ней поговорю, а? Тебя никак не отпустят? Отпустят, потом догонят и еще раз отпустят. Блин, что же делать? Она ведь точно стуканет. Ты же ее знаешь. Ну, красавец, ты и заварил кашу, а? Слушай, а может все-таки съездишь, а? Как? У тебя вообще мозги фурычат, а? Казабюгеби. Фурычат? Ты туда, а я здесь вместо тебя побуду. Минсене прошу. Караузен минсене бик, я там оттайкебек. Не все к минсене умоляты там. Сиди здесь, я сейчас. Юр, ну браво! Пока мы с тобой смотрели ролик, комментарии наши разрываются. Я попрошу вывести показательник. Первый вопрос такой, умеете ли заплакать по щелчку? Вот честно, я знаю, что актеры, вот некоторые есть, которые могут. Я по щелчку не могу заплакать. Настраиваться надо. То есть, а сколько тебе нужно времени, чтобы вот так настроиться, и прям, и все, и слезы, и сопли, и прям со всеми спецэффектами? Ну, не очень много. Не очень? Ну, ты сейчас настраиваешься сидишь или что? Показываю. Ну, слушайте, Юр. Все, я верю. Так, друзья, у нас актер плачет в студии. Ну, как тут так? Юр, браво, абсолютно. Давай перейдем к солдатам. Скажи, пожалуйста, как ты попал в этот сериал, и сразу ли тебе удалось войти в роль, вот, почувствовать вот этого сержанности? Я попал благодаря актрисе и в то время моему агенту Ольге Юрасовой. Вот, она принесла фотографии режиссеру, продюсеру. Вот, меня сначала пробовали в первую часть, первые два сезона, вот, но не утвердили. А потом через год, 30 декабря, мне позвонил помощник режиссера и вызвали на кастинг. Вот, я приезжаю, встречаюсь с Орланом, вот, а у меня зуб обломан был. Я говорю, вот так и так, такая ситуация, он говорит, роль очень классная, ВДВшник. Я говорю, а ничего, что у меня вот так зуб обломан? Ну, улыбается, говорит, у меня тоже. И у него один такой же зуб, как у меня обломан. Вот, он говорит, ты же ВДВшник, ну, по характеру, будет очень круто, что у тебя зуба нет. Вот, и я какое-то время без зуба снимался. А потом просил даже сценаристов, чтобы сделали какую-то историю с тем, что зуб поменялся. Что, как Фахрудино, все зубы вставляют. Но, к сожалению, решили не делать, да, и это прошло так. То есть, я вставил зуб, был потом зубом. Слушай, а сразу вошел роль, вот, почувствовал этого ВДВшника, вжился в нее? Слушай, нет, Орланов Сергей Владимирович, да, 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 режиссер, он очень часто меня говорил, ниже голос, Юра, голос ниже. То есть, я от голоса шел. Да, то есть, вот, Ильхаму, Ильхам мне ближе, он такой весь на позитиве, да, такой более лайтовый. А у Фахрудина у него все-таки сталь, да, то есть, стержень есть мужской такой жесткий. Вот, и мне было очень так сложновато первое время, вот. А потом, когда втянулся, получилось, что получилось. Юра, это было очень круто. Я смотрела все сезоны, мне кажется, потом уже по РЕН-ТВ, уже, знаешь, там, заполняли эфир этими солдатами. Ты думаешь, ну, я уже смотрела эту серию, давайте еще. С третьего по восьмой сезон ты был солдатом. Наверняка, ну, сдружился, да, с коллегами по цеху. Ну, поддерживаешь ли отношения с кем-нибудь и с ребятами? Ну, я общался с Шуром какое-то время, да, и мы периодически созваниваемся, вот. А так, к сожалению, как-то не срослось. То есть, так, снялись и все. Ну, да. Слушай, но наверняка после успеха съемок, да, в сериале «Солдаты» к тебе стали поступать больше предложений на съемки, да? Конечно, я же основную часть фильмов потом снимался после «Солдат». Правда, были опять эпизоды, в «Штрамбат» был до «Солдат». Вот, и меня звали в кино, да, но звали такие роли. Единственное, очень хороший фильм «Охотники за бриллиантами» Александра Кота, вот. Очень хорошая роль, мне очень нравится, что она у меня была, вот. Это интересный очень сериал. А бывало ли такое, что вот тебе прям, ну, тебе дали роль, а тебе она не нравится? То есть, вот ты вот ее играешь, и тебе это не нравится, или... Слушай, ну, был такой момент, когда мне давали роль бандита, ну, мент, который милиционер, полицейский, который поступает не по закону, вот, и потом грызет себе руку, чтобы высвободиться от наручников в этом самом, в подвале. И вот у меня какой-то внутренний такой был кризис, да, с роли, когда приходилось потихоньку, помаленьку выстраивать это отношение, когда защищать персонажа перед собой. И я в итоге справился, да, и отыграл это, и получилось. Наши комментарии до сих пор разрываются. Так, что делать актерам-новичкам, как пробиться в кино? Только связи и знакомства помогут или нет? Вот такой вопрос от телезрителя. Я считаю, что в период интернета можно попасть к новичкам тоже, да. Сейчас есть парень, в голове у Маленко, по-моему, называется проект, вот. Он засветился через Инстаграм, начал снимать ролики, где в главных ролях снимал себя. То есть он как в Городке, помнишь, там они, или, ты сам, в Городке играли все роли. Есть еще такой же Лапенко. Вот, я правильно говорю, да, в голове Лапенко, да, да, Лапенко. Я постоянно у меня фамилии, проблемы с фамилиями. В голове Лапенко, он реально, вот он выстрелил, да, то есть он снимался, он это делал. Вот, и в какой-то момент ему просто, да, его репостнули, вот, и пошла в славу, и он начал, знаете, кино дальше. Тут то же самое, если ты показываешь, что ты можешь, да, если ты можешь сниматься и показываешь, что ты готов, да, тебя позовут обязательно. Просто вот тут про Хабенского говорили, что ты снял, фильм сняли за одну ночь. Коллектор, да, то есть почему бы, почему бы не взяться, там, да, группе ребят не собраться, да, и не снять какой-нибудь фильм, который будет в короткий метр хотя бы маленькую историю, который можно на фестиваль отправить. Ну, слушай, да, мы сейчас живем в такую эпоху интернета, где взять вот этот ТикТок, где танцуют все, Инстаграм, поэтому, мне кажется, сейчас, наверное, более проще, чем было тогда. Вот, я про это говорю, что сейчас интернет, он позволяет все-таки, да, и камеры у телефонов такие, что просто ты можешь реально телефон снять в целый блокбастер. Есть еще вопрос, какие дальнейшие планы у тебя? Дальнейшие планы? Давай расскажем интригу про твой фильм. Да, я хочу снять светлое кино. Это про тел по борьбе с организованной банальностью. Называется рабочее название «Лекарство от банальности». Вот, кому есть желание, можно прочитать у меня, я под псевдонимом выложил его в сеть, Юрий Рать «Лекарство от банальности». Вот, и прочитать этот рассказ. Вот, на базе этого рассказа мы хотим создать кино и выпустить его на большие короны. Так, а кого в актера зовешь, скажи? Есть у нас вообще возможность попасть в твой фильм? Ну, будем сниматься только через знакомых, потому что платить особо нечего, некому. Вот, нечем. Будем, как «Брат-2» снимали на коленке, да, и там благодаря этому потом и брат подтянулся. Вот, мы будем тоже снимать, по сусекам собирать. То есть, ты сейчас, я так понимаю, активно ищешь спонсоров для своего… Инвестора. Инвестора. Да, чтобы человек мог вложиться и потом получить прибыль. Ага. Не просто спонсор за деньги, да, а инвестор. Вот, и мы очень радеемся за то, что светлое кино должно появиться. Вот, и хотим, чтобы мы к этому были причастны. Круто, Юр. Я уверена, что у такого человека, как ты, у тебя все получится. А покажите, пожалуйста, еще комментарий. Если бы вы могли позвать в свое кино любого актера, то кто бы это был из ныне живущих? Ну, я думаю, Костанин Хабенский. То есть, для тебя такой вот из российского кино, да? И Петр Мамонов. О, это круто, да. Хабенский в каких-то его проявлениях, да, то есть, не во всех. А вот Петр Мамонов, это просто фильм «Остров» для меня, это эталон его существования. Слушай, для наших телезрителей эталон ты, потому что многие ребята сейчас пишут, что как приятно видеть, как вырос актер любимого сериала. Да, вырос я значительно. Юра, ты на какой-то специальной диете или что? Нет, меня попросили пополнить для одного проекта. Оу! Да, это похождение бравого солдата Швейка. Вот, и я какое-то время набирал вес, сейчас интенсивно начинаю снижать. Слушай, Юра, ну, актерам быть тяжело, вот реально, тебе нужно поправиться для роли, тебе нужно похудеть для роли. Ну вот худеть намного сложнее оказалось, чем набрать, потому что я-то и гамбургерами там, да, и на газировке весь. Слушай, ну, я помню активное твое ВКонтакте, да, ты прям показывал, что ты ешь для этого, взвешивания у тебя были постоянно. Это, конечно, браво таким людям, это тяжело. Тут не знаешь, как вскинуть это все. А тут человек целенаправленно для роли, но это круто. Юр, давай пойдем дальше. Также, опять же, из информации в Википедии, с 2012 по 2014 год ты играл в театре Арли Киньада. Арли Киньада, да. Это проект Вадима Демчук, вот, и мы делали там проект, который базировался на его монологах из Фрэнки Шоу, которое было на радио «Серебряный дождь». Фрэнки Шоу – это Фрэнки, такой персонаж, который просыпался каждую субботу на радио «Серебряный дождь», да, и был в новой роли. И должны были угадать, кто он, поролись в этот раз, дозванивались люди, да. И мы в итоге так же сделали в Рыркиниаде. Мы брали эпизоды, которые нам нравились, да, и объединили все в один спектакль. Если понятно, что я сказал сейчас. Я понимаю все, что ты говоришь. У нас сейчас идет фоторяд, вот, обрати внимание. Это из… Вот, вот это из Рыркиниады сейчас. Я, мой персонаж второй, их там несколько было. Один был Хронос, Бог Времени. Вот, я спасал младенца. Хронос их пожирал, да, по легенде, вот, а я спасал младенца, вот. Слушай, это очень круто. А в каких отношениях находишься с Вадимом? Ты вот, мы ходили на его театр, да, в его театр. Закрой глаза и смотри. Да, ты нам подарил билеты на одной из постановок. Это было, конечно, великолепно. В каких отношениях сейчас? Мы очень хорошие друзья. Да? Да, и моя жена, и его директор. Здорово, очень круто. Далее ты идешь в театр импровизации «Вне времени» под руководством Елены Контилис 2016 по август 2018 года. Расскажи об этом времени. Слушай, я просто нырнул с головой в импровиз, в импровизацию, в импров, так называется импров, да, когда, ну, мы делали не стендап, а делали игровую импровизацию, да, когда, допустим, приходят зрители, садится 20 человек, вот, и 6 актеров. И мы, допустим, у зрителей спросим, расскажите, пожалуйста, что-нибудь на тему любви. Человек начинает какую-то историю рассказывать, вот. И мы после того, как он рассказал, начинаем импровизировать. Выходит один, что-то начинает говорить, второй подскакивает к нему, продолжает, подхватывает. Да, и вот так вот спектакль выстраивается из таких вот пазлов. И вот этим я занимался, да, то есть в какой-то период времени. Вот, он сначала назывался «Вне времени», а сейчас называется «Хиокос». Вот, «Хиокос» – это первый раз, то, что ты пробуешь. Вот. Так, я знаю, что разрываются комментарии. Ребята, выведите, пожалуйста, кто для вас является эталоном из режиссеров? Это вот давай первый пока вопрос озвучу. Хороший вопрос. Эталонное – это для меня что-то недостижимое. Вот, поэтому хотелось бы уточнить, они имеют в виду русского режиссера или иностранного? Друзья, пожалуйста, те, кто нас смотрит, автор данного вопроса, уточните, пожалуйста, русский или иностранный. И еще следом был вопрос, покажите, пожалуйста, его на экране. Назовите свой топ-3 отечественных фильмов и зарубежных. Топ-3, давай, раскрывай нам все секреты свои. Я сейчас в своем телеграм-канале выложил ролик, где рассказывается, по полочкам раскладывается, что такое матрица, матрица перезагрузка и матрица революции. Какой на самом деле сюжет? Там человек берет и прям раскладывает все по полкам. Вот, я его себе на фейсбуке выложил, да, то есть это можно посмотреть. Поэтому топ-3 это «Матрица» иностранных фильмов, дальше, начало. И следующий фильм, я бы, наверное, сказал, что это «Человек на луне». Так, все, друзья, запомните подборку, обязательно посмотрите. А русских фильмов, наверное, последних что-то назвали. Мне нравится «Брат 2» очень. Легенда. Да. А «Два остальных» я даже не сложными быстро, так сказать, сходу. Очень много фильмов, вот просто сходу не готов. Покажите, пожалуйста, еще вопросы. Такой интересный эфир, спасибо. Орликин, что же я не могу это выговорить? Орликиньяга. Да, «Лучший театр», была на всех спектаклях. Как выбирали футболку для интервью? Есть подтекст? Вот такой вопрос задают. Медведь с наушниками и с косми. Как выбрал, Юр, как ты решил? Я просто попросил жену, говорю, вот, родная, мне завтра надо куда-то пойти на интервью. Да, я хочу быть каким-то необычным. Она говорит, ну, у тебя есть необычная футболка, ее я одеваю. Поэтому жене спасибо. Вот, я сам в этом участие особого не принимал. Меня одевает жена, если честно. Слушайте, это шикарно, Юр, когда еще жена погладила, одела, собрала. Это сейчас, мне кажется, это редкость. Вот я в каких-то моментах понимаю, что я не кудышная жена, потому что мой муж периодически там сам себе бедный готовит, потому что жена постоянно что-то там печатает. Это просто привет твоей жене и низкий поклон. Любого режиссера, чьи работы вам кажутся гениальными. Отечественный режиссер и один иностранный. Мне нравится режиссер Михалков. Его кинокартина «12». Вот. Иностранный. Иностранный, я говорю на память, кто доводы снял, довод. Я вообще не знаю, что это. Это «Блок Баттер», который недавно вышел. Он «Начало» снял тоже. Юра, я не могу ответить. У меня вылетело из головы, не могу фамилию. Пишите в комментариях, помогайте мне, спасайте. И меня спасайте. Потому что я реально от начала Пруссии этот фильм просто для меня в тройке лучших. А мне сложно сейчас вспомнить, как вы зовут. Сейчас нам телезрители помогут. У нас есть. Погуглите, ребята. Погуглите, ребят. Спасите нас, мы тонем. А мы пока пройдем дальше и перейдем уже, Юр, в настоящее время. Вот на данный момент ты тренер личностного роста, тренер по импровизации. Мы с тобой познакомились, когда ты вел один из тренингов по импровизации. Твои тренинги, они не похожи на другие. В чем они уникальны и почему? Слушай, ну они базируются на моей методике драйв-мышления. Это упражнения по 3-5 минут, которые выстроены в определенной последовательности и идут от простых к самым сложным. Если я там людям даже пробовал, давал последнее упражнение первым, у людей мозг взрывался, они там закрывались, я никогда это не сделаю. То есть моя методика направлена на то, чтобы человек перестал бояться импровизировать, перестал бояться мыслить, перестал бояться публичных выступлений. Я и занимаюсь и оффлайн тренингами, и онлайн. Могу индивидуально работать. Поэтому вот ты была на оффлайне, когда было много народа. Сколько там? Человек 70 было, да? Мне кажется, что больше сотки нас брали. Да, да, ну 120, по-моему. Да, что-то больше сотки. Там я давал это с микрофоном, да, то есть все по парам вы делали, еще руки на плечи клави, по-моему, да. Вот, это вот еще одна из фишек оффлайн-тренинга, не онлайн. В оффлайне можно еще и физику подключать, чтобы нагрузка была сильнее. Это эффект еще сильнее прокачки. Юра, а как ты вдруг понял в какие-то моменты, что ты будешь преподавать импровизацию? Ты ведь, когда учился, ты играл в КВН, и у вас же... Да, я пошел, смотри, у меня все началось с импровизационного КВНа, да, то есть псковский КВН не похож на московский. Там были такие вещи, допустим, мы стояли на сцене втроем, нам приносили конвертик, вот, конверт открываешь, и там фраза. И надо делать так, чтобы было смешно. И вот мы выкручивались, ну, единственное, там, человек мог на вставках выходить, там, с реквизитом что-то помогать как-то, вот, и мы прокачивались. Ну, также капитанские конкурсы в импровизационном формате проходили. А потом я приехал в Москву, когда поступать, Евгений Борисович Каменкович, у него постоянно, он фанат импровизации, он давал нам упражнения, вы телевизор, вы японский телевизор, вы все телевизор, который обиделся, и ты должен сходу, ты готов переключаться, вот, да, и у меня с тех времен все это зародилось, да, и вот оно легло на благодатную почву, я так пошел, пошел, и потом понял, что хочу этим делиться, что это просто мега вещь. Слушай, ну, у тебя круто это получается. Я почему обратила, потому что это был мой четвертый тренинг по импровизации, и, знаешь, три из них, они были как-то чем-то друг на друга похожи. Здесь абсолютно вообще другой формат, абсолютно другие какие-то фишки, мульки, да, и это все выглядит по-другому. А представляешь, когда это один на один с тренером, да, то есть одно дело ты переходишь, меняешься, да, а когда это на один на один, я же еще могу дополнительные какие-то штуки давать, да, это очень круто. Нам помогли телезрители, у нас был вопрос, можно, пожалуйста, показать... Кристофер... Нолан. Да, Нолан. Отлично, Кристофер Нолан. Спасибо, друзья. Спасибо, родные. Так стыдно. Слушай, но мы, тем не менее, вспомнили. Есть еще вопрос, Юра, какая у тебя мечта? Мы уже озвучивали свое кино во всех кинотеатрах. А, ну все, ребят, да, что хотите. Это первая, а вторая книгу, книгу, выпустить книгу. Вот, расскажи про книгу. Мы с тобой когда общались, ты сказал, что будет какая-то интересная история о твоей собственной книге. Да, я сейчас в Фейсбуке выкладываю периодически маленькие такие хоку. В Японии называется хоку, да, ли хайку. Да, я поняла. Дед с внуком беседует. Можно набрать Юрия Радь «Повесть посох». И вот «Повесть посох» там вот эти кусочки уже есть. И я сейчас придумываю новые, и каждый раз люди дают такую вот обратную связь. Кому-то нравится, кому-то нет. Да, и вот из этих кусочков будет такая якобы повесть. Но это не повесть, это вот сборник вот таких маленьких, да, зарисовок про деда и внука. Как дед учит внука уму-разуму, а потом наоборот. Слушай, ну когда уже, я тебе тогда написала, что я первая в очередь за книгой, а я стою в очередь, когда уже мы можем читать? Да никогда, потому что надо дождаться, мне что-то написать еще надо. Ну ты когда там допишешь-то уже? Когда-то, когда? Дай мне год, дай мне год. Все, хорошо, в следующем году я тебе пишу. Юра, где книга? Ты обещал. Ты меня через год позови на поговорить о писательском мастерстве. Хорошо, мы с тобой договорились. У нас все зафиксировано. А, Юр, а почему, смотри, Юрий Радь и Юрий Шибанов? Почему? Слушай, первая моя фамилия Юрий Радь. Я родился на Украине. Мой отец был Радь Николай Андреевич. Но мне был годик, и родители развелись. И у меня был отчим, Сергей Федорович Шибанов, он и есть. И я в знак признательности за то, что он меня воспитал и подарил мне жизнь, такую хорошую, воспитание прям, то, которое позволило быть человеком. Да, я в знак благодарности поменял фамилию и поменял отчество. То есть я был Радь Юрий Николаевич, стал Шибанов Юрий Сергеевич. Слушай, ну круто. Причем очень интересный момент был, я, наверное, когда только поступил в Питер, я приехал один раз на выходные домой в Себеж и говорю отцу, пап, ты знаешь, я хочу сделать так, чтобы твоя фамилия загремела, прославить ее хочу. Представляешь, я потом попадаю в солдаты, им звонят по телефону, вот, обрывает все в себе телефон, типа, и мы видим, что у вас одна петля, а там же друг друга все знают. Конечно. Вот, прям в магазине маме проходу не давали, она там тоже ходила, Юра, Юра, ой, ой, что же, что это? Слушай, Юр, ну тут это, мужик сказал, мужик сделал. То есть ты обещал, ты исполнил. Покажите, пожалуйста, еще вопросы, я знаю, что в комментариях очень много. А непрофессиональная мечта есть научиться летать? Например, вот такой вопрос. Есть непрофессиональная мечта, это взять и научиться плавать. Ты не умеешь плавать? Меня тетя пыталась научиться, отплыла от берега, говорит, плыви. И я начал тонуть. И все, и ты уже... И я успугался, и с тех пор у него очень плохо. Когда я по этому самому захожу по пояс и плаваю вот так вот. Слушай, это как китайцы, они же тоже не умеют плавать. Серьезно? Да, они плавают там, где не глубоко. Ой, я китаец, значит. Значит, ты китайец. Ну, получается так. Юр, расскажи, что такое драйв мышление? О чем это, для чего это? Слушай, это, я же тебе уже тоже сказал, это же методика. А, это все то же самое. Да, вот по этим упражнениям, да, то есть от простого к сложному. Вот, и она... Драйв мышление – это включение мышления в другой формат. Ага, то есть это все можно... Понимаешь, то есть он освежает мозг. Ага, то есть это все можно отнести, то есть тренинг импровизации личностного родства – это есть драйв мышление. Да, это все вкупе, это все драйв мышление. А, вот оно как, а я-то думала. Юр, расскажи, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай, может быть, со съемок до тех же самых солдатов, которые вот ты до сих пор помнишь и вспоминаешь там. Слушай, ну была очень такая ситуация, очень интересная, я сажусь в электричке, ехал из Сергея Посада от сестры в Москву и ехал на съемки. И сижу, и напротив садится человек, вот смотрит на меня, и говорит, это вы? Я говорю, да. А кого вы сейчас увидели, я его спрашиваю. Он говорит, ну вы солдат? Я говорю, да. Хотите, я вам историю для солдат подарю, для сценаристов? Я говорю, ну давайте. Он рассказывает историю, что у одного парня, когда он должен был пойти в караул, было очень странное лицо, да, то есть, ну оно просто бледное. Он говорит, иди сюда, что это такое? Вот, парень подходит, говорит, а письмо от девушки пришло, да. Бросает, такой, да. Сейчас, садись. Вот, а они сделали что? Они собрали фотографии со всех солдат. Вот, парень пишет письмо, что я, дорогая, очень рад, что ты у меня была, но я не помню, как ты выглядишь, выбери свою фотографию, а остальные пришли обратно. Вот, и девушка у него была на КПП через двое суток, после того, как она письмо получила. Вот, и он говорит, классно, я говорю, да, классно, я обязательно расскажу сценаристам, но я приезжаю на съемочную площадку, и мне дают то, что он мне рассказал. Это как так получилось? Он рассказал еще кому? Нет, нет, просто фантастика сплелось, это самое. Ого! То есть, я играл в этот день, играл то, что было мне рассказано в электричке. Слушай, сколько у тебя совпадений? В день рождения ты попадаешь в кино, перед Новым годом тебя утверждают в роли. 30 декабря, да. Да, но перед Новым годом, накануне Нового года ты утвержден на роль в солдатах. Здесь тебе дают, как это, описывают тебе ситуацию, и ты приезжаешь, а она уже есть. Я, правда, у меня даже этот рассказ был, я рассказ писал такой, киномистика, да, что вот до мистики дошло. Я вот просто, когда рассказываю, у меня мурашки по коже от того, что вот такие совпадения могут быть в жизни, да, которые просто сложно объяснить. Юр, а скажи, пожалуйста, как она выглядит изнутри, вот эта вот жизнь солдата внутри? Реально ли в армии вот так, как показывают это в сериале или нет? Слушай, я же много общался, вот, и ребята, ну, люди делятся на две категории. Первый кидает претензии о том, что чего такое наснимали, такого в жизни не бывает. А второй говорит, спасибо огромное, я благодаря вам пошел в армию, нисколько не жалею. Да, то есть в армии все по-другому, но вы классные. То есть, да, люди, которые на позитиве, они как бы позитивно к тебе и тянутся, и расставят всякие, делаются позитивными эмоциями. А те, кто в негатив уходят, да, нытики, те, конечно, обвиняют там, да, и вот у них такая история идет, ну, не очень приятная. Как взаимодействовал с ребятами вот на площадке? Может быть, были какие-то спорные моменты, может быть, какие-то неурядицы, или у вас прям такой дружеский тантем? Да, было дружно. Дружно. Крабино, Подмосковье, да, нас утром на автобусе с ней забирали на Щукинской, ну, или на Тушинской, с автобусом. Мы приезжали, нас грибировали, мы пошли, шли вот в эту учебную часть, вот, и там в этих казармах с реальными солдатами, каких-то брали солдат специально, да, то есть мы не все, там, взвасовка, да, то есть там брали ребят, которые служат уже в этой части. О, вот так. Да, 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 то есть мы вместе с ними, да, снимались. Слушай, интересно, а я попрошу сейчас включить вот этот фрагмент из сериала, давайте посмотрим его. Фахрудинов, а что ты так похудел, а? Да и смотри, как у тебя лицо отсунулось. Точно ничего не случилось? Ничего. Да? Да. А что жрать перестал? А, не хочется. Не хочется, да? Понятно, понятно. Фахрудинов, а ты спишь как? А, сплю плохо. Плохо спишь, правильно? Ну да. Правильно. Слушай, Фахрудинов, а у тебя там на гражданке не осталось, человек, который тебе зла желает? Да есть одна. Баба. Да, жена. Почти жена. Все, все, все. Хочу не рожитаться. Все, все. Скажи, она может тебя позвать пожелать, правильно? Да я думаю, она только этим и занимается Все, все понятно, вот же сволочь Все понятно, все понятно Что понятно? Нет, и что? Все, я для себя все понял Все понял Все, Фахродина, иди Ну и, собственно говоря, момент Где нет зуба Здесь, да, видно, крупным планом берется У меня такой штырек там, вот, металлический Слушай, ну ВДВшник ВДВ, да, ВДВ Все звезды сошлись А выведите еще, пожалуйста, комментарии нам Которую мы еще не озвучили Скажите, пожалуйста, как повлияла на вас Съемка в сериале Солдаты, съемки в сериале Солдаты, как повлияли на вас? Ну, повлияли хорошо Да, если спрашивают в плане Творчества, да, то есть это открылся путь Да, то есть я пошел в свет В плане человеческом Это я пообщался с очень интересными людьми Да, встретился с режиссером Очень классным Поработал с ним Мы же полтора года вместе снимались Вот, это было очень здорово Слушай, ну да, здесь за полтора года Такие уже связи прям Да И ты связями обрастаешь уже Какими-то, да, нужными А есть комментарии, что Не могу поверить, что это вы Нужно снова звать Юру Еще есть вопрос Чтобы начать Назад верните, пожалуйста Чтобы начать вести тренинги С чего лучше начать? Откуда берете столько гениальных идей? Тренинги начать вести Нужно Желательно взять какую-то базу Да, то есть пойти на курсы тренеров Мне это повезло У меня были Я школа игры Вадима Демчок Мы с супругой начинали Вместе с друзьями НЛП, которые занимаются Да, мы сделали тренинги Для школы игры Вадима Демчок Вот, и была школа игры Но она сейчас тоже есть Только сейчас уже сделал другой человек Вот, и я вот с этого начинал Да, и постепенно тренинги делал Именно связанные с НЛП Вот, а потом ушел от этого Да, и перешел на импровизацию Юра, а как познакомился вообще с Вадимом? Кто не знает, это, как все говорят Кто такой Вадим Демчок? Это... Мистер Фриман Купитман Купитман из интернов Купитман из интернов Да, голос мистера Фримана И Фрэнки Шоу Вот, слушай, я его знаю по Питеру еще Когда он только с этой передачи Входил этот 99-й год Когда он на кассетах еще носил По радиостанциям эту передачу Всем доказывал, что это очень круто Вот, и потом, когда он приехал В этот самый... В Москву Перебрался жить, да Его Роман Роман Трактенберг Привел на Серебряный дождь Сказал, вот, это гений Работайте с ним Его взяли, и это шоу Просто людям взрывало мозг Слушай, круто А тут подписчики интересуются Когда будет следующий тренинг Ребят, вы можете зайти На страницу ВКонтакте Юрия Шибанова И там... ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм Да, пишите в личку Кто хочет лично позаниматься А так, 13-14 марта Ближайший тренинг Драйв-мыш Мы с Еленой Тихановой Вместе Это моя подруга Моя коллега Мы делаем тренинг Драйв-мыш Про драйв-мышление И по стори-теллингу Вот, это очень круто Мы все ссылочки Прикрепим обязательно К этому выпуску Поэтому те, кто Очень заинтересован Пожалуйста, вэлком Юра Вэлком Юр, какой дашь совет Начинающим Начинающим актерам Начинающим актерам Подумать, ребята Очень сильно подумать Нужно ли вам это Ну, нужно ли идти в это В этот хаос В эту безнадегу Иногда Сильную Так, что хочется Просто выть Если готовы к этому Идти Несмотря на что Идти все равно Дальше И добиваться Рекомендую попробовать То есть вот так И вроде И посоветовал И предупредил Ну, потому что Я Если бы не рассказали Что меня ждет Да, помимо солдат Конечно, из Травбата Я бы подзадумался Это что это там Такое тебя ждало Серьезно Слушай Ну, были же ситуации Когда Профессия Оказывала влияние на меня Да, это ситуация Когда я ехал В Питере Я уже рассказывал В одном интервью Я работал над ролью Да УБЖшника Учитель ОБЖ Который рассказывает Во время Своей лекции На ОБЖ Он рассказывает О радиации Вреде радиорадиации И им начинает Заладевать одно слово Ухряб Это Плевину Виктор Плевин Рассказ Вот И все И я начал Думать Что я он Да То есть я ехал Метро У меня рука Вот так поднималась И со стороны За ней наблюдаю И понимал Что это уже не я Вот И мне помог Вадим Девичок Потому что у него В то время Готовилась книга Самоосвобождающаяся игра А у Станиславского У Чехова Нет защит Психологических Они раскачивают психику Да А защит нету Вот Благодаря Вадим Дениной книге Да Именно Самоосвобождающаяся игра Я смог Себя Прийти Привести в норму Да Обратно Закрепиться Вот И быть на дистанции От Образа Слушай Сколько же все-таки Подводных Ко мне Есть Знаешь Я когда-то думала Что сниматься в кино Это вот тебе дали роль Ты там выучил текст Вошел в эту роль Ну и как бы все И вышел И пошел И А на самом деле Такая Конечно Тяжело Есть еще какие-то Подводные камни Вот О которых нужно Быть предупрежденным Передупрежденным О которых нужно предупредить Ну что Если ты Не звезда То ты Полностью Без денег Непонятно Где деньги брать Да То есть Мне помогает Тренерская деятельность А так бы Я не понимаю Чем бы я занимался Если бы я остался Актером Да То есть Только им То я не понимаю Чем заниматься Вот чем может Актер заняться Еще Курьером я работать Не могу Потому что Я пробовал Помогать другу Он меня попросил По курьере Два дня Вот Я вот так Сходил с навигатором Ну да Я помню Ты сказала Не мог найти адрес Потому что У меня Типографический Крис Меня может Кто-нибудь Встретить Я боюсь Я не дойду До эфира Вот оно Почему Слушай Ну да Хотя Ты знаешь Я В 16 лет Работал кузнецом Когда был Художественным Оформителем Год Подрабатывал На заводе Кузница была Вот И я помогал Ковать решетки Для Америки Слушай Вот у тебя жизнь Вообще Из разной страны В одну В другую Да Юр Что может пожелать Нашим Уважаемым Подписчикам Которые Ждали этого Интервью И с удовольствием Смотрят Пожелать Что я могу пожелать Друзья Самое главное Оставаться открытым Вот Что бы ни происходило Да Давайте просто Людям Возможность быть До конца С вами Вот Что бы ни происходило Покажите еще вопросы Отличное пожелание Здесь должны быть Аплодисменты Я уверена Что они есть Юра Еще есть вопросы Я не отпущу Тебя пока не ответишь На все Какие дальнейшие Роли Впереди Ну по-моему Уже обсудили Да Обсудили Обсудили Какие у вас есть Скрытые таланты Которые хотелось бы Реализовать В следующей жизни Я в этой Обязательно Этой жизни Реализую Это написание текстов Я хочу создать Несколько книг Книги Которые будут влиять на людей И будут их менять Сознание менять У меня вот это Скрытые таланты Мне говорят Что у меня тексты Магнитические То есть читаешь И хочется читать дальше Но я На большей дистанции Пока не писал То есть Вот есть этот рассказ Лекарства с банальностью Но все То есть Я дальше не пошел Мне видимо Нужен написать Какой-то сборник рассказов Поэтому я к этому иду Вот так Друзья Следите за творчеством И будьте в курсе Всех событий Есть ли еще у нас вопросы Покажите Круто что читаете Вопросы комментаторов Как будто с вами Сижу в студии Ну поэтому мы Находимся в прямом эфире У нас здесь такая Дружеская Приятная обстановочка Покажите пожалуйста Еще У вас есть домашние животные Какую музыку Слушаете Юрий? Музыку можете Послушать у меня В плейлисте Вконтакте А так русский рок Друзья Хороший русский рок Поэтому у тебя На футболке и медведь С наушниками Медведь и рокер Есть животные домашние? Слушайте нет У меня у жены Аллергия на кошек А так мы хотели Котяшку завести Но не получилось Потому что решили Что хотя есть Гипераллергенные какие-то Котяшки Но они же стоят Бешеных денег Пусть лучше будет сын Пускай лучше будет сын Реально Он и вместо кошки И вместо собаки Он и воду тебе В старости принесет Да И покажите еще Пожалуйста вопрос Так Не знаю кто этот человек Кто позвал Юрия Спасибо вам огромнейшее Тоже не знаю Друзья Гость просто супер В чем смысл жизни Юрий? Прийти к Богу Вот такое мнение Ну просто по-другому не интересно То есть ради чего жить тогда То есть есть семья Но помимо семьи Если ты привязываешься к семье Очень сильно Семью отберут Если ты не будешь Идти к более сильному Магниту Который есть Куда следует идти Тогда заберут просто Ну конечно Юр Я благодарю тебя Что ты согласился Прийти к нам в студию Я благодарю тем Что получилось Окунуться в это опять В это творчество С вами Спасибо огромное Было очень интересно Мы реально сегодня Прошли по ностальгированной В твоей жизни Просто окунули тебя Во все это Я благодарю Что ты согласился прийти И я думаю Что еще не один раз Мы увидим тебя В этой студии Ты творчески Многогранный человек Мы Как Мы очень довольны Что сегодня Ты стал гостем В нашей студии Спасибо большое И очень рада Что у меня есть Такой прекрасный Человек Друг Как ты Благодарю тебя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому